Важную и актуальную проблему Сейчас осень, когда традиционно происходят какие-то изменения на рынке труда, люди начинают и терять работу, и искать работу, к тому же все немножко встревожены сейчас слухами об экономическом кризисе. И вот мы пригласили ведущих самых лучших специалистов в этой сфере для того, чтобы поговорить о том, что происходит на рынке труда Архангельской области, довести до вас данные статистические, данные свежих исследований и пообщаться, поговорить на эту тему. Поскольку формат нашего мероприятия — это круглый стол, я думаю, мы в первую очередь предоставим слово экспертам, которые здесь присутствуют, и потом вы сможете тоже подключиться, задавать свои вопросы и участвовать в обсуждении. Вот. Все, наверное, что я хотел сказать. У нас присутствует Елена Викторовна Амахина, генеральный директор агентства одноименного кадрового агентства Марина Викторовна Мороз, начальник отдела трудоустройства и специальных программ Министерства по труду и социальной защите Архангельской области. Екатерина Скляенко — представитель рекрутинговой компании HeadHunter — это одна из сильнейших, а может и самая сильнейшая компания в России. И я бы как раз начал с того, что предоставил бы слово Екатерине, потому что HeadHunter проводил недавно исследование, свежее, буквально летом они его закончили, которая в том числе описывает ситуацию на рынке труда Архангельской области. Спасибо большое. Могу, единственное, попросить Владимира помочь мне с презентацией. И, к сожалению, нам не удалось вывести ее на экран, но, может быть, экспертам будет видно какие-то цифры, которые у меня есть. В принципе, у меня есть, я тоже распечатала вашу презентацию. А, да-да, я там немножко среди витра на месте. Давайте, собственно, я тогда начну. О чем хотелось бы сказать, да, какие данные мы свежие можем предоставить, это по структуре спроса, по профессиональной деятельности, да, среди тех сфер, которые в большей степени интересуют работодателей в Архангельске и в области. Конечно, во втором квартале 2014 года лидирует сфера продаж, но в целом это не только характерно для Архангельской области, но и для России в целом. И для Петербурга подавляющее большинство, собственно, вакансий, которые существуют сегодня на рынке, это вакансии в сфере продаж. Ну, поэтому я бы здесь какого-то критического момента не наблюдала. Это в целом тренд по России, который мы наблюдаем. То есть это 26% от общего количества всех вакансий во втором квартале. Я обращаю внимание, да, что это данные по порталу Headhunter. Есть, да, у вас региональные порталы, я это знаю. Соответственно, я там понимаю и ваши вопросы относительно этого момента. Мы ориентируемся на наши данные. Мы, в общем-то, считаем их релевантными, потому что мы выступаем экспертами на рынке. И видим ситуацию не только в Архангельске, но и в целом по Северо-Западу. Можем сравнивать разные регионы. Вот в разрезе регионов как раз по миграции я некоторые данные приведу. Вторая сфера продаж, которая, ну вот запрос от работодателей, это банки, инвестиции, лизинг. Здесь тоже, в принципе, ситуацию можно понять. Развитие кредитных организаций, развитие малого предпринимательства, которые все равно есть и которые нуждаются в кредитах, соответственно. Здесь тренд тоже понятный. На третьем месте по Архангельской области идет рабочий персонал. На самом деле это радует, потому что если сравнивать с другими регионами, если сравнивать с Санкт-Петербургом, то спрос на работе персонала есть, но он не такой активный. А в целом рынку не хватает таких специалистов. Поэтому и, ну, четвертое место – это производство. И пятое место – это начало карьеры студента. Дальше я скажу, потому что, когда мы общались с Константином, был вопрос относительно того, что молодежь уезжает. И это, конечно, характерно для всех небольших подрегионов Северо-Запада и в целом нашей страны. Вопросы миграции мы тоже коснемся немножко позже. Что касается распределения вакансий по городам Архангельской области, здесь, наверное, тоже никакого секрета не будет. Понятно, что подавляющее большинство – это Архангельск. Больше 50%. На втором месте идет Северодвинск, потом Вельск, Котлас и Мирный. Я думаю, что вы, так как живете в регионе, наверное, тоже примерно предприятия, которые работают в каждом, градообразующие в этих маленьких, небольших городах, населенных пунктах, вы тоже понимаете. Что касается соискателей, то здесь тренд, в принципе, аналогичный, немного схожий с динамикой, с запросом от работодателей. На первом месте, конечно, идут специалисты в сфере продаж – 19%. На втором месте – начало карьеры студента. Здесь это очень, конечно, приятно, что студенты все-таки стараются, пытаются, наверное, либо во время учебы, либо все-таки после попытаться трудоустроиться в городе. Это, наверное, тоже очень приятно и стоит отметить. Третье место – это производство. Опять-таки, то, которое у нас было в пятерке спроса от работодателей – банки. И на пятом месте – информационные технологии. В Петербурге, конечно, здесь тренд больше. Информационные технологии идут на втором месте. Понятно, что в Архангельске, наверное, нет такого количества профильных вузов. Но в целом, даже когда я смотрела вакансии на нашем сайте, на нашем сайте много айтишников, в принципе. И, наверное, для айти-компаний наш сайт с точки зрения сферы айти приоритетный. И очень много… И в целом по рынку зарплата, конечно, выше для айти-специалистов и даже смотреть Архангельскую область. Как я прибью, это структура резюме, да? То есть это срез того, какие предложения существуют. От соискателей. Да, от соискателей. Это то, в каких сферах размещают резюме соискатели. То есть продажи, начало карьеры студентов, производство, банки, информационные технологии. Можете вставить? Да. Я представлюсь, у меня зовут Марина Лазарева, кадрового агентства «Рима». А, да, очень приятно. Вы присаживайтесь к столу, вы же у нас тоже эксперт. Я просто думала, что там будет смотреться, что на это еще надо. Может быть, еще и будут. Да, пересяду. По поводу начала карьеры, я хотела слово вставить. Чтобы не было, возможно, немного обманного впечатления, что это все студенты, я вот могу как-то с почти стопроцентной вероятностью сказать, что в этот же блок размещаются резюме люди, которые хотят сменить профессию. Именно поэтому они обозначают это началом карьеры. То есть он был все время там, не знаю, воспитателем в детском саду, решила пойти в офис менеджера. Она ставит начало карьеры. То есть хорошо, что это на втором месте, но по факту это не все стопроцентно молодые студенты. Ну, как правило, это до 20 до 29 лет. Все равно это мы берем. Но вот условно говоря, что мы будем говорить с Мариной завтра на нашем семинаре, это условно поколение Игоря, которое сейчас существует. Я в конце, если будет интересно, могу дать какие-то особенности этого поколения. И, наверное, в связи с этими особенностями будет понятно, почему миграция идет у молодого поколения, без учета каких-то особенностей региона, а чисто психологические особенности самого поколения Игоря до 20-29 лет. То есть я хочу сказать, что не только географический фактор влияет на молодежь, но и, в принципе, наш мир, глобализация и все остальные процессы. Ну и распределение соискателей по городам Архангельской области. Здесь, в принципе, тоже аналогично структуре вакансий. Архангельск, Северодвинск, Отлас, Коряжманово, Двинск. Ну, в принципе, похоже с тем, где существуют рабочие места. Здесь жалко, конечно, что у нас не видно графика. Я могу вот так показать, в принципе, вы все, наверное, увидите тренд по росту этого вакансии с начала 2013 года. Здесь просто стоит обратить внимание на сезонность, которая характерна, в принципе, для всех регионов и для всех сфер. Это по всему рынку. Конечно, мы видим, что с начала года до мая, до сезона, условно, отпусков и праздников идет восходящий тренд и возрастающее количество вакансий. Потом идет спад, связанный с праздниками и летним периодом. И осенний сезон, который сейчас наступает, это, опять-таки, всплеск работодательской и, соответственно, соискательской активности. Здесь аналогично. Мы видим примерно такой же. В целом, тренд возрастающий, но он падающий в зависимости от сезонности. Дальше я хотела бы обратить внимание на конкуренцию на рынке труда. Опять-таки, это данные по нашему сайту. Мы обычно считаем конкуренцию. В целом, если брать по рынку количество резюме, делим на количество вакансий и смотрим в целом по рынку, сколько резюме приходится на одну вакансию. И в целом по Архангельску довольно низкий процент. Но в целом по рынку смотреть 1,4 резюме приходится на одну вакансию. Если сравнивать, например, с Питером, этот показатель в целом по рынку в течение года был 3,6. Но стоит отметить, что в Петербурге, например, высокая конкуренция среди молодого поколения. То есть, этот тренд даже выше, чем в целом по рынку 4,6. Поэтому, учитывая все-таки, что и многие хотят переехать в Петербург, в том числе и из Архангельска, стоит понимать, что достаточно большая конкуренция существует на рынке и среди молодежи, несмотря на то, что работодателям молодых кадров все равно не хватает. Здесь такая вот какая-то странная закономерность. И возвращаясь к вопросам миграции в регионе, это вот свежие данные, которые мы собирали по второму кварталу. Опять-таки, на основе нашего сайта и на основе тех данных, которые отмечают соискатели в своих резюме, в какие регионы они хотели бы переехать. И мы также смотрели по регионам России, кто хочет переехать в Архангельск. В целом, 34% жителей Архангельской области готовы к переезду. И это не самый худший вариант, потому что на первом месте у нас Коми 35%, а третье место это Мурманская область 31%. В Петербурге это порядка 19-20%, то есть немножко ниже тех, кто хочет переехать из Санкт-Петербурга. Куда хотят переехать... Прошу прощения, а можно немножко расшифровать вот эту позицию? Потому что такое ощущение, знаете, что треть жителей из Санкт-Петербурга видит, чтобы покинуть Ахангельскую область? Нет, нет, конечно, нет. Это, как я и сказала, это те соискатели, которые размещают резюме на нашем сайте и помечают, что они рассматривают работу в других регионах. Соответственно, в каких регионах? В Санкт-Петербурге 28% соискателей, в Москве 15% соискателей, в Ярославле 3%. Я вот заметила какую-то очень гибкую связь с Ярославлем, потому что в нашей компании мы нашли очень много тех, кто переехал из Архангельской области и просматривая вакансии, готовясь к нашему круглому столу. Вахтовый метод очень активно предлагается в Ярославской области. Я это предполагаю в связи с тем, что просто Москва многие предприятия, многие свои офисы переносят в Ярославль, там много рабочих мест. Соответственно, активные кандидаты, которые следят за рынком, отмечают Ярославль среди них. 3%! Но в целом, учитывая, что 28% Петербург, Москва, 15% Ярославль идет на третьем месте. Конечно, есть еще регионы Северо-Запада, в Калининградскую область 2,6% и Коми 2,1%. Это люди, которые готовы уехать, если хорошую, более лучшую работу. Да, если найдут что-то лучшее, они готовы. Это приоритет среди регионов во втором квартале. Ну, соответственно, из тех, кто отметил, опять-таки, возвращаясь к вопросу Константина, Архангельская область в качестве желаемого региона переезда, можно отметить, опять-таки, кто хочет, условно говоря, из регионов России рассматривать Архангельскую область для переезда, отмечает галочку, что он готов переехать в Архангельскую область. Из Санкт-Петербурга. Те, кто отметили, это 28%. Это те, кто первоначально, наверное, из Архангельска уехал в Санкт-Петербург, а теперь, если предложат что-то лучшее, готовы вернуться в Санкт-Петербург. Если человеку предлагают даже в Центральном регионе интересные проекты, да, и опять-таки, возвращаясь к поколению Y, там мы будем говорить, что их интересуют не только вклады, но и новые знания, опыт и новая практика, они готовы переезжать. Поэтому здесь, в общем-то, все взаимосвязано. В Ленинградской области это 3%, в Московской области тоже 3%. И, да, 3% тех, кто хочет переехать. Собственно, возвращаясь к настроениям на рынке труда, у вас, наверное, этих слайдов нет, я их добавила вчера ночью. Вот, не знаю, получится или нет, показать. Сейчас вот он становится, я сейчас, через несколько минут. Ну, давайте, да, я, собственно, начну. По итогам второго квартала мы проводили опрос и с целью выявления настроения на рынке труда. Вот несколько вопросов, которые мы задавали соискателям на нашем сайте. По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? И в целом по Архангельской области мы можем наблюдать по данным этого вопроса, да, что все-таки люди оценивают довольно стабильно свое положение и какой-то, вот, по итогам второго квартала угрозы не видят, там это больше 60% тех, кто говорит, что точно не видит угрозы, или, скорее всего, этой угрозы нет. И довольно маленький процент, порядка 6%, да, процентов тех, кто говорит, что точно да, есть угрозы и так далее. То есть, в принципе, те, кто работает, они чувствуют себя на данный момент все-таки стабильно. А динамика какая вот для тех, по тем, кто чувствует угрозу? В сравнении, ну, если сравнивать там с первым кварталом, этот процент немножко уменьшился. Я здесь могу, может быть, с сезонностью связать все-таки, учитывая, что люди там и в отпусках, наверное, лето это всегда позитив, да, отпуск, все хорошо, к осени мы возвращаемся, начинаем там задумываться о каких-то глобальных процессах, смене работы и так далее. Ну, если сравнивать с 2013 годом, то этот процент уменьшился, незначительно, но уменьшился. А если с 2012 годом, то увеличился. То есть, это как-то вот... Ну, такая статистическая погрешность. Возможно, да, но все равно этот процент гораздо меньше, чем те, кто оценивают положительно, да, вот стабильность. А относительно других регионов? Ну, вот у меня конкретно с такой статистики вот на данный момент нету, да, потому что цифр очень много, все в голове. Не удержать, если дополнительно кому-то нужна будет информация по регионам Северо-Запада или там в целом по России, я готова буду потом предоставить, просто на e-mail можно мне написать, я готова буду дать эти данные. Так, как оценивают конкретно сложность поиска, да, работы в конкретной сфере? И здесь вот только там 14% говорят, что очень сложно найти в их профессиональной сфере работу. Я, ну, возможно, это те, кто уже работает, да, и у них все хорошо, и вот этот процент, которых все позитивно, они поэтому так и оценивают как бы стабильность, да. Среди профессиональных сфер, да, те, кто оценивают сложность поиска работы, понятно, что специалисты в сфере продаж чувствуют себя более уверенно, да, и говорят о том, что им проще найти работу, да. Также это айтишники, про которых мы уже говорили ранее, в силу там дефицита и развития этого отрасли, они также оценивают себя более оптимистично, свои планы на трудоустройство, медицина. Ну, и здесь я могу связать с тем, что, в принципе, медиков тоже всегда не хватает, и даже несмотря на низкий уровень заработной платы, который существует, в принципе, и в бюджетных организациях. Но сейчас для медиков, для тех, кто всё-таки готов свои профессиональные знания совмещать всё-таки с сферой продаж, да, вот формат медицинских представителей, где предполагается и кладовая часть, и бонусная, связанная там с процентами, всё-таки, наверное, для тех, кто хочет развиваться и всё-таки не видит себя в своё применение в той сфере, в которой изначально учился, вот такая междисциплинарная, наверное, активность, она тоже возможна вот в подрегионах, потому что, конечно, вакансий для медицинских представителей, их очень много. Считаю, что международные компании приходят на рынок, конечно, всем нужны местные представители. Ну и сложнее всего, естественно, в искусстве и развлечении масс-медиа, во-первых, и текучесть кадров, и нестабильность, и возможность там теневых каких-то зарплат, всё равно в регионах люди стремятся к стабильности, к каким-то, наверное, белым кладам, в большей степени, чем в больших городах. Высшему менеджменту, понятно, очень сложно, потому что конкуренция очень большая, и юристы здесь… То есть в Архангельской области журналисты – это самые большие пессимисты, да? Относительно своего трудоустройства. Ну и здесь у нас есть ещё сфера маркетинг, реклама, пиар, здесь, ну тоже, хотя у них, они тоже находятся в конце списка, но здесь, потому что творческие профессии, им, наверное, всегда они в поиске в каком-то находятся, и там частая смена работы, и, возможно, какие-то вот форматы оплаты по итогам работы, не оклад, а именно сдельное, там написал и получил зарплату по итогам материала, это всегда, наверное, провоцирует какие-то вот такие настроения, не самые оптимистичные. Вот я вот с этим могу связать. Вы, наверное, как представитель профессии скажете об этом. Я не знаю, просто это очень интересная цифра. Получается, что сотрудники масс-медиа, ну там искусство развлечения масс-медиа, у них индекс минус 0,4, а у продажников, например, плюс 0,1, то есть разница между ними на два порядка получается. Ну да, но потому что для них вакансий больше соответственной возможности, и всё-таки возможность повлиять в большей степени на свою зарплату, она, наверное, всё-таки накладывает вот какие-то более оптимистичные настроения. Можно начнём? То есть в безопасности себя чувствуют продажники, то есть сфера продаж, затем айтишники. Не безопасности, а сложность поиска работы. Насколько, да, легче найти. Ну то есть им не сложно. Им и, да, более уверенно. А после айтишников кто? Медицина. А после? Автомобильный бизнес. Ну здесь может быть… А сфера общепита, вот строители? Да, строители. Строители после автомобильного. Да, после автомобильного, да. А общепитивайте, пожалуйста, какие рабочие профессии сейчас требуются? Вы сказали, что на третьем месте. Ну вы знаете, в целом это токоль, росточник, да, электрик, шлифовщик, да, вот это всё, что есть. Но я хочу сказать, что на нашем сайте, да, много вакансий вахтой, и вот это то, да, о чём мы тоже с Константином обсуждали, как… Я не знаю, насколько это как бы выход, который можно предложить региону. Наверное, регион давно с этим работает, и много этих вакансий, и в целом это тренд по северо-западу. Конечно, много вакансий на Дальний Восток, много вакансий в Москву и в тот же Ярославль, это то и в Петербург, да, там Обуховский оборонный завод, например, предлагает вакансии для тех же рабочих. Ну вот токарь, электрик, шлифовщик, станочник, ну в общем, они все, вот целый ряд этих профессий, они все, в принципе, востребованы по всем регионам северо-запада. Да, а динамика-то видна, то есть вы говорите, вот ваш сайт, да, там есть вот такие вакансии, вахтовый метод. Да. Я знаю очень много соискателей, которые готовы уехать куда-либо и вахтовым методом работать. А наблюдаете ли вы вот эту динамику, то есть есть вакансия, и как она востребована с нашего региона, то есть как пользуются вот тем, что выкладывается на этом сайте? В смысле, соискателей, насколько соискатели, ну вы знаете, я вот когда смотрела вакансии за вот лето и за август, но там половина, даже за август, там половина вакансий было в архиве, то есть, соответственно, я предполагаю, что эти вакансии были закрыты, да. Но, конечно... Кем закрыты, неизвестно. Ну, вы знаете, да, так, во-первых, это корпоративная тайна, да, мы, к сожалению, там не можем у наших работодателей уточнять, да, как бы с кем они закрыли вакансию. Но вот учитывая там тренд, который я показывала до этого, по соискателям, да, с начала 13-го года, количество соискателей на сайте, оно возрастает. Там, ну, просто не можете смотреть там. Я потом могу вам презентацию дать, вы посмотрите. Соответственно, среди соискателей, да, есть заинтересованность. Хочется отметить то, как работодатели... Возможно, это не тема нашего там круглого стола, как работодатели размещают эти вакансии, да. Учитывая, что есть возможность отметить удалённую, удалённую работу. Вахтовую нет. Работодатели сами пишут всё это в заголовке вакансии. Конечно, человек, который ищет работу и нажимает галочку, я, например, хочу, я ищу чисто вахту, или я хочу удалённую. Он ставит галочку, конечно, если работодатель эту галочку не поставил, соискатель ничего не найдёт. Здесь, в общем, как и во всей, в любой деятельности, важно идти навстречу друг другу. Как работодатель должен понимать мотивы соискателя, так и соискатель должен покопаться, чтобы найти себе хорошую работу. Здесь, в общем-то, ничего нового я, наверное, вам не открою. И это главная сложность на данный момент. Учитывая, что вы сказали, что минимум одно резюме есть на одну вакансию, но эти люди не могут найти друг друга. Потому что у одних завышенные требования к одним, у других завышенные требования к этим. Но это в целом по рынку. Я же вам говорю, в Петербурге аналогичный тренд, когда конкуренция среды молодых специалистов колоссальная. И вот я во вторник буквально уступала на круглом столе среди чаров Петербурга из Москвы. Были представители там Русгидро и профессиональных каких-то кадровых агентств. Аналогичная ситуация. Молодых кадров люди не могут привлечь даже на стажёрские позиции. Люди то отказываются, то проработают. Я об этом тоже скажу. Три месяца и уезжают там. Либо меняют работу, потому что интересный проект. Либо просто хотят уехать, сменить обстановку. И в общем, среди молодого поколения вот такая история наблюдается. В принципе, я думаю, многим из вас вот эта, наверное, схема деления, градации поколения, она известна. Здесь достаточно условно. И, наверное, для всё-таки поколений Y для России это 84-2000 год. Здесь всё понятно, всё в этой жизни условно. Но, в принципе, на эти данные можно опираться. Это данные Росстата и профессиональными людьми созданы. И, опять-таки, мы говорим, наверное, здесь интереснее будет в разрезе уже следующий слайд. Если на 2014 год поколение Y, это те, кому сейчас люди в возрасте от 20 до 29 лет, сейчас, если они составляют, это по России, 27% рабочего, трудового ресурса, то через 10 лет они сравняются вот с поколением X. Это люди, рождённые там 63-64, 83-84 года. Они сравняются, и поколение X, собственно, займёт управляющей позицией, сменит позицию там baby boomers, которые были в предыдущем поколении, а поколение Y сравняется. Поэтому вот важность работы именно с молодым поколением для компании, она значима в контексте именно того, что через 10 лет это будет трудовой ресурс в нашей стране. И понимать мотивацию именно молодых, их особенности психологические, это, наверное, довольно важно для компании прежде всего. А вот эта яма 90-х, вот она здесь вот? Да, она отразится. Вот видите, да, на правом фланге, вот такой ярко выраженный спад, больше даже, чем эхо войны в 60-е годы. Насколько он может угрожать рынку туда, насколько серьёзный кризис может быть с кадрами, благодаря вот этой яме, да? Ну, во всяком случае, я вот сколько общалась с экспертами, эксперты отмечают, что это очень сказывается, и в принципе дефицит кадров, мы видим 1,4 человека на одну вакансию, и это, наверное, об этом говорит. Но я не знаю, коллеги, наверное, с точки зрения экспертов рынка могут как-то подтвердить. Действительно, у нас получается всё равно, что потребность, она выше, чем количество граждан, желающих трудоустроенность. И, наверное, вот эти негативные тенденции, они как раз для молодёжи наиболее болезненные, потому что им просто сложнее устроиться. Ну, опять-таки, учитывая то, о чём говорила Марина, и вот о чём Елена говорила, да, что с одной стороны молодёжь вроде хочет работать, и они, наверное, опять-таки говорят о том, что трудовой ресурс там будет через 10 лет, работодатель уже хочет более возрастных, да, там, более опытных. То есть здесь опять нестыковка. По молодёжи, вот, извините, да, я перехожусь, да, 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 да. Значит, по молодёжи ещё тут обостряется ситуация тем, что у молодых людей, ну, не у всех, конечно, но встречаются такие, очень завышенные критерии, как бы, да, планка завышена, то есть ты ещё столько не стоишь, а ты уже требуешь от работодателя к себе вот именно такого отношения, я имею в виду в плане заработной платы и каких-то льгот и так далее. То есть в этом смысле, конечно, некоторому молодёжу нужно просто иногда приземлять для того, чтобы опыт начать зарабатывать, нужно трудоустроиться. И, возможно, что не на тех шикарных условиях, которые там себе где-то нарисовал и придумал. То есть, а потом уже, естественно, со временем там, ну, это уже от человека зависит, насколько он вырастет, его цена, так скажем, как работника, по его профессиональным качествам, как работодатель будет оценивать. Это психологическая проблема, да? Ну, есть и это тоже, я думаю, что инфантильность, наверное, да, такая черта тоже присуща многим молодым людям. Тут, если управляться в проблем, это более глубоко, это связано с экономическими ситуациями и с системой образования, которая у нас работает, воспитывает людей с определённой тенденцией, мнения, диплом в кармане, как бы, это же теперь всё. Если... Я могу рассказать, опять живой пример, живой. Я всё живая, без цифр, без графика. Про поколение. Во-первых, это поколение наших детей, то есть, в частности, мой ребёнок как раз это поколение. И нам отвечать, да, что будет дальше. Мы их знаем, нам их ориентировать на рынке труда также. Вот, значит, моя клиентка, очень известный бутик женской одежды, с огромным опытом предпринимателей, там, с 90-х, большой опыт. Заявка на продавцов-консультантов вот этого бутика, новый бутик, всё шикарно. Нужны знающие девушки, которые знают, что такое, какие бывают рукава, там, швы, виды тканей и прочее, прочее. Поэтому было решено рассматривать модельеров, там, портных, шлей из этой сферы. Но молодых девчонок, чтобы могли целый день на ногах выстоять вот в этом бутике. Это основное требование. Вот. Решили проводить не личное собеседование, а всех оптом, да, перекрёстно вопросы задавать, посмотреть, как реагируют. Значит, и моя клиентка, значит, присели, всё, модельеры, выпускницы уже там с дипломами, всё. Проводим собеседование. Она задаёт первый вопрос. Девочки, ответьте мне, пожалуйста, что такое реглан? Восемь человек. Я знаю, что это. Опыт. С дипломами. Я не поняла. Я сижу в растерянности, смотрю на неё. Ну, что за глупый вопрос? Как это, любая девочка знает, что такое реглан? Ни одна не ответила. Был приближённый ответ. Это, как она выразилась, фасон пальто. Всё, вот. Вот и образование, вот дипломы. Но взяли мы там пару девчонок из этого, да, которые более-менее разбирались хотя бы в терминах и могли назвать швы основные там какие-то. Но они не задержались, они максимум неделю выдержали и ушли более на лёгкие хлеба. Потому что работа продавца, консультанта – это тяжёлый труд. Так любой труд тяжёлый. К сожалению, образование, да, низкое в вашем доме. Ну, это уже, да, эта проблема уже есть. Есть, есть. Я разговариваю с педагогами разных наших учебных заведений. И, простите, когда преподаватель бухучёта приходит в учительскую и говорит, я не знаю, как я буду бухучёт преподавать, они не знают, что в рубле 100 копеек. И она диктует формулу, говорит, пишем 2 в квадрате, что пишут студенты? Двойку и обводят её квадратиком. Вот, всё. Ответ у нас, как тестирование, да? Как это? ИГ. Вот. Вот с этим я сталкиваюсь, и нам приходится работать с этим. И нам приходится как-то перевоспитывать, зажигать. И приходят ко мне мальчики-девочки, которые я там 35 хочу получать. А он ещё ничего не стоит, он даже не нулевой, он с минусом ещё специалист, большим. Его ещё надо доростить до нуля, и потом чуть-чуть ещё что-то. И вот в этом работателе сейчас проблемы. То есть им приходится брать виды таких и обращать внимание на факторы мотивации. И на самом деле сейчас такая тенденция, что это становится более важно. То есть взять себе специалиста, который не знает ничего, но хочет. Вот он не может ещё, но хочет. Ну вот выявить это уже как, есть инструменты, которые можно поднять этот вопрос. И приходится, да, вот брать именно таких сотрудников. Потому что искать того, который и может, и хочет. Фактически работодателю приходится дорабатывать за ВУЗ, а может быть даже и за среднюю школу. И за семьёй, да. На нашем сайте мы говорим о том, что 53% это активные молодые ИГРЕКИ. Но это связано и с теми слайдами, которые я говорила ранее, что вот эта часть, она будет с каждым годом всё расти, расти, расти. Ну вот и сравняется с теми, кто вот сейчас, условно говоря, занимает основной трудовой ресурс. Вот, следующее. Собственно, поколение ИГРЕК, что им важно. Ну, это, понятно, может быть некоторые стереотипные вещи, но в целом они описывают тех людей, да, вот молодых, 20-29 лет. Мы говорим о том, что важно соблюдение рабочего и вот там свободного времени, да, ну вот понятно такой walk-and-life balance, модный, да, термин, условно говоря. Глобализация и возможность в любой точке города получить информацию, которая тебя интересует. Да, ценность информации, она теряется, в принципе, и получить информацию оперативно, быстро. Соответственно, и технологическая оснащённость, они влияют на те процессы, которыми хотят управлять ИГРЕКИ. Они хотят быстрых результатов, хотят влиять на процессы самостоятельно. Соответственно, может быть, и сфера продаж интересна тем, что они могут влиять сами на свой график, на свой уровень зарплаты, то есть сами принимать решения. Вот, наверное, для них это важно. Горизонтальное развитие – это тренд, в принципе, о котором мы завтра будем тоже на семинаре говорить, что всё-таки сейчас по России мы наблюдаем вот среди ИГРЕКИ, что не все уже хотят быть начальниками, им важно попробовать себя здесь, попробовать здесь. То есть горизонтальное развитие и преимущества горизонтальной карьеры, многие из них для себя понимают, что там меньше ответственности, возможность соблюдать рабочее время и личное, при этом зарабатывать столько же, к примеру. Горизонтальное развитие – это смена профессии? Ну, даже нет, может быть, немножко сферы деятельности, или в рамках одной компании поработать над одним проектом, поработать над другим, или даже, допустим, в кофейне, поработать официантом, поработать баристом, например, да, или поработать там, потом попробовать себя там где-то ещё вот в этой сфере, может быть, там, в сферу туризма, там, уйти в гостиничную куда-то, да, бизнес. Ну, вот что-то такое. В рамках одной, может быть, сферы, ну, раз разных сторон попробовать себя, да, и понять, что тебе более интересно. Как тогда, интересно, они будут занимать руководящие по предыдущим слайдам? Нет, там не руководящие, там основной трудовой ресурс составят, да. А иксы станут основными руководящими. Ими еще долго будем сидеть. И не пускать не надо. Я так чувствую, Игорь, я не сильно против. Да, ну, конечно, горизонтальное развитие не все хотят. Там понятно, что мотивация денег, особенно в регионе, она превалирующая. Это для региона все-таки деньги, наверное, более значимы, чем там мотивы проектов и так далее. Ну, я думаю, что специфика, наверное, она существует такая. Так, давайте дальше. Вот, и это опросы молодых специалистов. Как долго хотели бы задержаться на первом месте работы? Вот, мы видим, да, что здесь 33%, вот тут более года хотят задержаться. Остальные либо не определились, либо хотят работать несколько месяцев, там, или полгода. Вот, поэтому здесь вот работодателям, да, нужно работать либо над мотивацией сотрудников, либо как-то заинтересовывать их разными проектами, чтобы их все-таки удержать, да. Это как раз то, что называется лояльность, да. То есть люди пришли на работу, но они не очень-то дорожат и готовы... Готовы сменить, да, попробовали здесь, не понравилось, пошли. И они не понимают, да, что работодатель, там, несет какие-то убытки. Ответственность вот эта вот, наверное, снижена немножко планку. Ну, их тоже можно понять, потому что сколько мы работаем с работодателями, у нас нет, ну, в регионе, по крайней мере, культуры проведения серьезных процессов адаптации и развития лояльности. То есть лояльность нельзя, а то, что он пришел... Вот у нас собственники, особенно, когда с ними общаешься, это всегда очень забавно. Они ведь как думают, что если я так люблю свою работу, то, значит, все мои сотрудники также должны ее любить. И для них непонятно, как так, как они могут по-другому вообще к этому относиться. И поэтому им кажется, что не нужно ничего проводить. А ведь с сотрудниками, как с детьми, ну, то есть надо лояльность-то воспитывать, чтобы вот они дальше удержались. На самом деле, все новое, хорошо забытое старое. Механизм наставничества, который был в советские времена, он как бы культивировался даже. И мы, кстати говоря, в своей программе занятости, вот как раз в период кризиса, когда была организована стажировка выпускников, мы механизм наставничества включали и в финансирование. То есть мы платили наставнику часть, зарплату оплачивали за счет бюджетных денег, за счет федеральных средств, за то, что он вот выпускника этого нянчил, так скажем, и адаптировал на рабочем месте. И, в принципе, опыт был положительный. Соответственно, здесь, что вы ждете от первого места работы после окончания вуза, опыта. Ну, я думаю, что все-таки это, наверное, вот если брать игреков, да, и вот эти все-таки системные моменты, связанные там, смена проекта и так далее. Но, учитывая запросы по деньгам, то ли многие постеснялись, то ли как-то так, может быть, они хотят, конечно, опыта, но денег они тоже не против подзаработать. Да, новое знакомство тоже интересный ответ. Да. Ведь мы совсем одиноко дома. Ну, и можно еще, здесь небольшой процент, я не знаю, погрешность, это или все-таки тренд, видите, не знаю, чего ждать. Вот относительно тревожности поколения, там, бывшей смены работы и мобильности и так далее. Здесь, видите, растущий тренд по сравнению с 2012 годом. И мне вот он кажется лично очень интересным, и все-таки вот я бы на него обратила внимание, что не знаю, чего ждать от вот нового поколения, это вполне вот такая ожидаемая вещь. То есть они входят во взрослую жизнь с такими смутными какими-то представлениями о том, чем вы здесь занимались. Ну да, здесь попробовала, да, здесь, в общем, что, как выйдет, я, наверное, так и... И большинство же, ну, большинство, не большинство, но заканчивая ВОЗ, не идут в свою сферу. У них главный ВО эти буковки есть, и все. Родители спокойны, они спокойны, они могут. ВО написать. Я даже не бы сказала, родители спокойны. Родители в основном, да. У меня вот есть такая цифра, я ее на одном из агентств прочитал на днях. 672 выпускника в Архангельской области обратились в центры занятости населения, это в целом по области, в первом полугодии почти 700 человек, да. Из них трудоустроилось 360, то есть 50%. А 50% выпускников, которые являются безработными, де-факто, они не трудоустроились, то есть они сами не понимают, куда им идти и что им делать с этим дипломом. Ну, вот я могу пояснить, у нас как бы, когда есть процедура, да, регистрация в центре занятости, и гражданин, когда обращается, он заполняет заявление, анкету, где прописывает там свои, в том числе и пожелания, предпочтения, и сферу деятельности указывает, и заработную плату. Ну, это не значит, что ему прямо вот так это все будет точно представлено, но, по крайней мере, направление движения, то есть и поиска, как специалисту центра занятости определяется, да, конкретизируется. У нас работодатели вообще достаточно много заявили, вот с начала года, за 8 месяцев, в банк данных центров занятости поступило более 50 тысяч вакансий. По области. По области, да. И более 5 тысяч, там, 5-200 работодателей обратились в службу занятости за подбором подходящих работников. Вот. Вот, не сегодня, а на 18-е, на вчерашний день делали выборку. Количество заявленных вакансий по области составляет почти 15 тысяч. Состоит на учете зарегистрировано официально безработных граждан чуть больше 8, ну, 8 с половиной тысяч человек. Вот. Ну, опять же говорю, это все по-разному, то есть разный район, соответственно, разная ситуация. Это я когда уже говорила про коэффициент напряженности. И это речь идет об официально зарегистрированных безработных, да? То есть некоторые люди в тени остаются? Некоторые остаются в тени. Вот, кстати говоря, по поводу вопроса, что у нас уровень безработицы в области больше, выше общероссийского, у нас такая информация прозвучала, когда президент приезжал, да, это прозвучало. Вот. На самом деле, как бы, да, так и было. Да, но это было по методологии Международной организации труда. То есть Росстат ежемесячно проводит опрос граждан по регионам и потом распространяет уже эту, как бы, эту информацию по всей России. И в зависимости от того, в каком районе или в подрегионе проводился опрос, такая ситуация, как бы, и картинка такая и возникает. То есть у нас получилось, что когда весной приезжал Путин, у нас было 8,9%, а по России на тот момент было 5,5% на уровень. Сейчас мы вышли на показатель 5,8%, но в России 5 сейчас. Хотя, если говорить о регистрируемой безработице, то есть отношение зарегистрированных безработных к трудоспособному населению в области, коэффициент составляет 1,4%, то есть не очень высокий уровень безработицы. Если говорить это к трудоспособному, если к экономически активному, то есть есть еще такой подсчет, там 1,6%. Но это все в пределах нормы, мы не выбиваемся даже по северо-западу, у нас нет такой критичной ситуации. Что касается прогноза на будущее, то есть у нас вообще снижается уровень безработицы. У нас в последнюю неделю 270 человек ушли, так скажем. То есть кто-то по трудоустройству трудоустроился, кого-то направили на обучение, кто-то просто отказался от услуг, перестал хотеть трудоустроиться. Вот такая тенденция, скажем так. Мы не прогнозируем никаких кризисных явлений в этом плане, то есть что резко вырастет уровень и так далее. Понятно, что летом, правильно Катя говорила, что снижается количество безработных, потому что грибы, ягоды, огороды и так далее, а нужно отмечаться, ходить два раза в месяц регулярно и искать работу. Осенью немножко подрастет, я думаю, но в принципе не критично. И потом у нас есть механизмы, с помощью которых мы можем регулировать эту ситуацию, в том числе даже с привлечением средств федерального бюджета. То есть когда был кризис 2008 года, и когда массово закрывались предприятия, высвобождение было достигло вообще небывалых масштабов, мы написали программу антикризисную, по которой мероприятия были, скажем так, сформированы. И это было и трудоустройство людей, которые подлежат высвобождению на других предприятиях. То есть разные были пути. И попросили федеральных денег, нам дали, проучаствовали бюджетом региона, там в 5% у нас было денег региональных. И в принципе 9-й, 10-й год мы прошли достаточно хорошо, так скажем. То есть не было такого взрыва, который в принципе мог бы произойти, если бы не было этих мер принято. В настоящее время у нас тоже достаточно много мероприятий, которые финансируются сейчас из регионального бюджета, направленных на трудоустройство граждан. И даже на трудоустройство пенсионеров, которые находятся на пенсии, но которые хотят вернуться в трудовую деятельность. У нас есть программы, по которой мы их обучаем, новой профессии. Это бесплатно делается, то есть они обучаются бесплатно, при этом еще получают стипендию. Мы обучаем молодых мамочек, которые находятся в декретном отпуске, то есть они числятся на предприятии, находятся в отпуске по уходу за ребенком, хотят либо повысить свою квалификацию, но все-таки прошло время, может быть что-то там, особенно это в финансовой сфере, много изменений. То есть пока она находится в декрете, пока она числится на предприятии, она также бесплатно от центра занятости может обучиться. И у нас есть такие примеры, как бы мы это дело все реализуем, уже не первый год. Временное трудоустройство, то есть различные категории граждан, опять же, как я говорила, с выплатой материальной поддержки. То есть на те вакансии, которые востребованы, но не очень высокий уровень заработной платы, сложно работодателю подобрать человека на эту работу. Следовательно, мы оформляем договор, то есть оформляем это мероприятием, гражданина находим, говорим ему о том, что да, вы будете получать материальную поддержку, поработав в рамках этого договора. И также вот поддержка там составляет от полутора до двух тысяч рублей в месяц. Небольшие деньги, но тем не менее. Самые разные это торговля, сельское хозяйство и разные. Нет договора, начальника. Нет. А вот данных по вахтовому методу, кто есть какие-то, у вас статистика ведется, кто уезжает или запрос конкретно читает? У нас мы отслеживаем эту информацию, у нас есть такой квартальный отчет. И опять же, это идет через программный продукт, с помощью которого мы работаем, отслеживаем. У нас есть такие данные, в принципе, возможно, кто уехал в другой регион или кто трудоустроился, уехал на вахт, вахтовым методом. Потом мы формируем, когда базу данных вакансий, мы формируем также и вакансии с предоставлением жилья, то есть имеется в виду, что это либо у нас внутри региона, либо с выездом куда-то. Обмениваемся информацией с другими службами занятости. У нас почти с 30, может быть не 30, 28, наверное, регионов с нами взаимодействуют. У нас идет обмен информацией по вакансиям с предоставлением жилья, в том числе и вахтовым методом. И это особенно актуально сейчас, вот эта информация. А сейчас почему? Потому что вы знаете, что у нас граждане Украины на территории присутствуют региона, соответственно, особенно те, которые находятся в пунктах временного размещения, их нужно трудоустраивать. Соответственно, трудоустраивать на вакансии, которые предполагают предоставление жилья. Соответственно, вот эта база, которая у нас имеется, она очень помогает. Но я не могу сказать, что людей очень много уезжает. По вахтовым методам, да, много людей работает. Но вот так вот, чтобы сорваться и уехать совсем, такой тенденции широкомасштабной нет. То есть цифры, я думаю, что они будут очень маленькие, если посмотреть. Плюс у нас еще что? У нас ведь по программе переселения соотечественников в регион прибывают граждане, которые в других государствах находятся. У нас с начала года, так, сейчас я вам скажу точную цифру. То есть мы предполагаем, что где-то порядка в этом году приедет 300 человек. Ну, 300 человек – это как бы общая цифра переселенцев. Из них 150 – это как бы те члены семей, которые будут трудоустраиваться, а оставшаяся часть – это 150 – это дети, жены или наоборот, может быть, какие-то престарелые родители. То есть 300 человек. Причем для этих граждан предусмотрены меры социальной поддержки, то есть выплаты, ну, это уже миграционная служба предоставляет им. Они едут с какой целью? Получить российское гражданство. И являясь участниками этой программы, они получают его быстрее, чем это делается, ну, просто когда обычным порядком люди приезжают. Вот, то есть приток есть. И, как правило, когда решается вопрос, станет человек участником программы или не станет наш соотечественник, мы заручаемся еще поддержкой работодателей, то есть получаем от них гарантийные письма о том, что они готовы этого человека принять на работу. Потому что, когда человек заявляется на участие в программе, он очень подробно заполняет анкету заявлений, в которой указывают все свои там профессиональные навыки, качества, умения и так далее. И мы направляем эту информацию, рассылаем или в тот район вселения, куда он высказал предпочтение поселиться, либо по всем районам, кто откликнется. Откликаются работодатели. И направляют письма, что да, мы готовы рассмотреть культуру. Это по поводу миграции, я просто по поводу ситуации с оттоком и притоком рабочей силы региона. Очень интересно. Спасибо большое. Что, давайте дальше. Ну тут, в принципе, личное качество. Всё. Всё, да, в целом. Так. Екатерина закончила. Может быть, представители кадровых агентств Архангельских что-то хотят рассказать, дополнить, добавить? Всё, всё. Можно ещё добавить буквально по каждому молодёжи, по поводу того, как вообще молодых людей обучать, готовить их к тому, к выходу в большой мир, да, и к поиску работы. Центры занятости также проводят, вот и кадровые агентства, я тоже знаю, это делают. И центры занятости, они, есть специалисты, они проводят мероприятия по социальной адаптации, так называемые. Когда формируется группа, ну группа, как правило, это берётся профильной группой, определяются либо по возрасту, либо по уровню образования, формируются, и вот очень много работают с молодёжью, в частности, как составить резюме, и как разговаривать с работодателем, вплоть до внешнего вида, там, и одежды, и так далее, да. Вот. И вот у нас очень хороший был проект, к сожалению, в этом году он уже не работает, совместный российско-норвежский проект, назывался он СИСЛАП, работал он на базе центра занятости города Архангельска, работал он два года. То есть, было трёхстороннее заключено соглашение, это правительство Министерства труда, значит, норвежская сторона и центр занятости. То есть, мы участвовали своими ресурсами, которые у нас имеются, там, оргтехника, помещение и так далее. Норвегии оплачивали услуги тьютеров, вот, и вот мы формировали группы. Первая группа формировалась достаточно легко, было, составляло почти 20 человек, из числа молодых людей, как правило. Вот. И приглашались очень много экспертов, приглашались успешные предприниматели, то есть, нацелены были, цель была такова, чтобы ребята смогли адаптироваться, найти себя, выбрать для себя сферу деятельности, где бы они хотели себя реализовать, и чтобы реализация эта была успешной. Вот из первой группы они занимались год, то есть, занятия проходили почти ежедневно, по 4 часа в день. Вот. Это была некая модель фирмы, в которой, значит, были там, естественно, более высокие должности, какой-то там обслуживающий персонал и так далее. Вот такая модель была. И вот из этих ребят все, они сейчас, никто повторно не обратился в центр занятости, они все как бы устроились. Ну, если год их учили, конечно, это почти что второе высшее обывание. Я к тому, что это достаточно такой трудоемкий процесс, для того, чтобы действительно человека научить, чтобы он не пришел как дитё, не знает, чего ждать от работы. Ну, как это так? Если взрослый человек, то как минимум ему уже 19-20 лет уже есть. Конечно, такой позиции не должно быть. То есть, это вот, ну, центр занятости тоже этим занимается. А почему перестал бы это? Вкончились деньги. Вкончились. Очень приятно все. Пожалуйста, вопросы. На счет беженцев, спросите. У нас среди населения местного существует такой стереотип, что беженцы занимаются в местах и повышает конкуренция, да? Что доустро страсти? Ну, как я уже говорила, вакансий-то много для наших российских граждан. Пожалуйста. Когда мы проводили ярмарку вакансий 7 августа в центре занятости, большую, она была у нас, называлась для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Но мы приглашали и российских граждан сюда, естественно, потому что присутствовали работодатели, работодатели были даже из районов области приехали, и в Архангельске, которые испытывают потребность. Но я не могу вам сказать, что пришло очень много российских граждан на эту ярмарку. А так, не скажу, что занимают места, правда, потому что мы стараемся, конечно, людям предлагать работу в районах области, потому что там легче устроиться, ребенка в садик устроить, там жилье там найти и так далее, работодатель предлагает. Потому что это правило, это те вакансии, на которые наши россияне не хотят трудоустраиваться, куда-то уезжать. Если 15 тысяч заявок на данный момент существует, это работодатели, а сколько там с Украины трудоспособных? Несколько сот человек приехало. И, в принципе, наши работодатели рассматривают как граждан Украины, так и россиян одинаково, потому что им, в принципе, нужно, работник нужен. Какая разница, кто там? Работа наша. Поэтому такой опасности не... Конечно, конечно, конечно. Причем у нас вакансии с жильем, они доступны у нас, во-первых, на сайте правительства, ну там есть баннер такой же для граждан Украины, да, но помимо этого на сайте министерства эти вакансии все размещены, они все доступны. Их сейчас по области 1270 с предоставлением жилья. Это больше, чем мигрантов с Украины. Да. Ну они приходят и к нам, вот уже тоже в агентство приходят, те, кто рассматривают и без жилья, то есть более топовые, прямо скажем, люди, их точно рассматривают наравне со всеми, это конкурсная основа, уж кто пройдет, исходя из других характеристик, есть тоже уже успешный опыт трудоустройства без жилья. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста, коллеги. Нет вопросов? Ну давайте тогда подведем какое-то резюме, да, чтобы обобщить все то, что мы обсудили. Страшных и ужасных вещей все-таки, видимо, не случится, да? И хотя есть некоторое повышение тревожности, но оно вполне в рамках статистической погрешности. Возможно, это просто ни о чем не говорит совсем. Но существует более долгосрочная и более фундаментальная проблема, которая связана с качеством молодых соискателей, которые только-только выходят на рынок труда, и связана с качеством их образования, и с некоторыми социально-психологическими такими моментами. То есть люди не совсем себе представляют, чего они хотят и что они будут делать. И это, конечно, вызывает тоже проблему у них. С другой стороны, существует и у работодателей тоже, да, определенная безграмотность или малограмотность. Они тоже не совсем еще понимают, как в рыночных условиях выбирать специалистов. То есть многие действуют по принципу, лишь бы был хороший человек, а там уж как-нибудь мы с ним сладим. В общем и целом ситуация неплохая. И даже, как Марина Викторовна сказала, улучшается ситуация с безработицей. Так что учиться, учиться и учиться. Вот что можно посоветовать нашим выпускникам и нашим работодателям. Продолжение следует...